Сегодняшний выпуск философиков особенный, потому что посвящен он самому весеннему празднику, 8 марта. И сегодня мы в гостях у ребят из детского садика номер 11. Узнаем у них о том, как они планируют встретить этот день и кого поздравят. Пойдемте. Скажите, как вы считаете, что это за праздник такой 8 марта? Красивый. А для чего он придуман? Кого поздравляют в этот день? Девочек и мам. Настя, а ты как думаешь, для чего этот праздник? Чтобы поздравлять всех девчонок. Хорошо. Скажите, ну а кого вы будете поздравлять и какие вы подарки будете дарить? Я мовила сестричку Алину. Хорошо. А я мовила братика Рому, который уже вырос. У меня тоже есть его. Так вы же говорите, что 8 марта девчонок только поздравляют. Я свою сестричку Алю. Хорошо. А я Алину. А что вы подарите? Вы думали уже? Я моей сестричке подаю косметику. А какую косметику? Красивую. Хорошо. Соня, а ты? А я моей сестричке куплю красивый домик. Домик? Большой или маленький? Нет, палатку, то есть. Палатку. А что она там делать будет? Если там гроза идет у нее дома, тогда она будет где-то идти и она будет прятаться. И будет играть в игры, и, наверное, она еще там будет кушать. И спать. Прятаться от тебя и кушать что-то вкуснее. Нет, грозы. От грозы дома прятаться будет. Хорошо. Хорошо. Скажите, а что вы хотите получить 8 марта? Какой подарок? А я хочу кукольный домик. А ты? Я хочу еще одну куколку маленькую в садике. Хорошо. Скажите, если бы у вас была возможность поздравить какую-нибудь известную женщину, то кто это был бы? Я бы поздравил мою маму. Твою маму. Для тебя это самая-самая классная женщина, да? Хорошо. А я Дарью Домрачеву. Ой, здорово. А почему Дарью Домрачеву? Потому что она побеждает весь день. А чем она занимается? Биатоном. И ты смотришь, наверное, все соревнования, в которых она участвует? Да. Еще я смотрю футбол и хоккей, где Денис Папин, папа Миша, моего папика. Ммм. А скажите, как вы считаете, как должна выглядеть настоящая женщина? Идеальная. Вот как она должна выглядеть? Красивая. Ну а что красивая? Вот что у нее должно быть красивое? Платья, туфли, косметика, помада, волосы. Я уже сказала, Пир. Слушай, зачем ты с тобой что-то говоришь? Мне даже не даешь. Ну говори тоже. Что у нее красивое должно быть? Платьюшки, туфельки. А что у тебя самое красивое есть? У меня есть самое красивое бездящее платье розовое. А про косметику вы говорили. Какая косметика? У меня красивая дома. А у меня она потерялась. А скажите, как вы считаете, какая самая-самая крутая женская профессия? Повар. Повар? А почему повар? Потому что я умею самые вкусные блюда готовить. А какие блюда? Я могу нарезать помидор и сиренинку в помидоре, потом травку подержать ножом и все. И соль. И соль. Не травку. Травку коровы едят. А что тогда? Блоколи. Скажи, как считаешь, какая профессия самая крутая? Учитель. Учитель? А почему? Потому что детей можно учить. Угу. Хорошо, девчонки, молодцы. Спасибо. Теперь стихотворение. Давайте. Кто первая? Я. Ну давай. В женский день мою мамулю крепко-крепко обниму. Руки в стороны расставлю. Вот как я тебя люблю. Будь веселой. Улыбайся. И на кухне песни пой. Никогда не огорчайся. Знаешь, что я всегда с тобой. Молодец. И хорошего вам здоровья. И нас теперь говори. Я уже запутан. Я английскую знаю. Давай. Давай песню. Скажите, как вы считаете, что это за праздник такой 8 марта? Это день женщин. Угу. Ты согласна? Что в этот праздник нужно делать? Как его нужно отмечать? Поздравлять всех женщин. Угу. Скажите, кого вы будете поздравлять в этот праздник? И что будете дарить? Я маму. Маму? Я тоже маму. А какие подарки вы подготовите? Я открытку. Кого бы ты поздравила бы? Полином Гагарину. А почему? Потому что мне нравятся ее песни. А ты поешь иногда ее песни? Маму. А как ты считаешь, она красивая женщина? Да. Хорошо. Скажите, а как вы считаете, какая вот женская профессия самая-самая крутая? Маму. Расскажи. Кексы. А умеешь уже? Маму. Ну расскажи, как ты их готовишь. Лука. Кефир. Яйцо. Огурцы добавляются? Нет. Нет? Ну ладно, хорошо. Значит, знаешь рецепт. А ты как считаешь, какая? Певица. Певица. Ну а почему? Потому что она поет песни. Споете вдвоем? Ну давайте. Мотницы, 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 посмотрите сами. И такими же, наверное, были наши мамы. Скажите, как вы считаете, что это за праздник такой, 8 марта? Это день женщин и девочек. Женщин и девочек. Замечательно. И бабушек. Хорошо. Хорошо. Скажите, а что вы будете дарить на 8 марта и кому? А мы будем дарить мамам, бабушкам это все. А что вот ты будешь дарить? Я буду открытку маме дарить. А если бы ты могла выбрать самый классный подарок, то что бы ты подарила? Цветы. Цветы. Цветы, хорошо. Кира, ты кого будешь поздравлять и что дарить? Маму, бабушку. А что ты подаришь им? Что бы ты хотела подарить? Маме я хотела бы подарить открытку. А если бы у тебя было много-много денег, что бы ты купила маме? Новые духи. А бабушке я подарю новое платье. Хорошо. Скажите, а о каком подарке вы мечтаете? Что вы хотите получить? Если бы вам сказали, выбирай все, что хочешь. Что бы ты выбирала? Я хотела часы новые. Я тоже часы. А какие часы? Мы хотим, я хочу, чтобы там можно сообщить и позвонить. Хорошо. Скажите, а если бы у вас была возможность поздравить какую-нибудь известную женщину, по кого бы вы поздравили? Я бы поздравила маму и папуле. А я свою тетю Свету. Они у вас самые-самые классные? Да, и моя еще какая-крестная. У меня еще есть тетя, которая моя Инна. И у меня еще я понравилась моя Лена и Елена. Их все одну. Хорошо. Так, давайте тогда поговорим. Скажите, а как вы считаете, как должна выглядеть идеальная женщина? Ну, быть красивой там. И красивым нарядом должна быть красивая женщина. Ну, а ты красивая, как ты считаешь? Что у тебя самое красивое? Волосы. Я думаю, что... Что обязательно должно быть у идеальной женщины? Красивое платье, туфли. А украшения какие? Волосы, кольцо, сережки. Хорошо. Так, а как вы считаете, какая самая классная женская профессия? Я думаю, что стоматолог. А я думаю, что художник. А почему стоматолог? Потому что можно поморять всем людям, лечить зубы. И не страшно быть стоматологом, как ты считаешь? Нет. Их же все боятся. Я не боюсь. Мамочка любимая, ты мой ангелочек. Я тебе желаю праздничных денег. Будь всегда счастливая. Береги себя. Самая красивая мамочка моя. Почему же, почему же, почему же все не так? Почему у мамы туфли на высоких каблоках? Я ее быстренько надену и по полу тук-тук-тук. Вот тебе другое дело. Мне идет этот каблок. Ну, расскажите, мальчишки, как вы думаете, что это за праздник такой 8 марта? И кого нужно поздравлять? Мам. 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 А еще кого? Сестренок. Сестричек. А подруг? У меня нет подружки, только сестричка. И у меня. А у меня есть подружка. И что за подружка? Оля. Она, наверное, в детском саду с тобой вместе? Нет. А скажите, что бы вы подарили на 8 марта? Вот кого вы будете поздравлять и что вы подарите? Я мою маму. Вот что бы ты ей подарил, если бы у тебя было много-много денег? Могу маму купить браслет розовый. Браслет розовый. Здорово. А еще бриллиант. Бриллиант. Еще есть. Могу бусы подарить. Кого? Маме. Бусы. Бусы? Да. Отлично. Хорошо. А ты скажи, что бы подарил? Я бы подарил маме платьица. Какое платьице ты бы выбрал? Ну, какого цвета? Я выбрал красный. Хорошо. Мальчишки, скажите, а есть ли какая-нибудь женщина, может быть, актриса, певица, известная женщина, которую вы бы хотели поздравить с 8 марта? Вот кого бы вы поздравили? С кем бы вы хотели познакомиться? Я бы хотел познакомиться. Хорошо. А как вы считаете, какая женская профессия самая крутая? Я считаю, что мама может доктором быть. Доктором, ага. А почему? А потому что, чтобы мама летела людей. Хорошо. А ты как считаешь? Хочу, чтобы моя мама стала принцессой. Принцессой? Чтобы корону для нее купила. Корону. А что еще тогда у принцессы может быть, кроме короны? Туфли. Корона и туфли. И еще платья. Ну, вот такая прекрасная профессия быть принцессой. А есть какая-нибудь девочка, которая нравится особенно? Мне нравится. По секрету расскажите, кто вам нравится. Мне нравится Анжелика. Хорошо. Ну, расскажите, как вы думаете, что это за праздник такой, 8 марта? Для чего он нужен? Али? Это день, когда поздравляют всех мам и бабушек. Здорово. Вспомнила-то я теперь? Хорошо. Стишок знаю. О, давай, стишок. Хорошо. А, сиди, сиди. Вот, сиди прямо туда. С бабушкой мы буквы, книжки разберем, с ней игром в куру и блины печем. Важно секретарь, я шепну на ушко, потому что бабушка лучше подошла. Здорово. Хорошо. Мила, она, ты что-нибудь знаешь, какой-нибудь стишок? Угу. Ну, давай. Мы с бабушкой, ближе к бабушке чудесной, нет подружки у меня. Мне с бабушкой интересно, не прожите в росте дня. Я бабулю поздравляю с женским праздником весны. Я бабулю обожаю, детям бабушки нужны. Хорошо, молодцы. Ну, ребят, скажите, что это за праздник такой, 8 марта вообще? Как вы думаете, для чего он придуман? День женщин. Правильно, ты согласен? Да. То есть только женщин поздравляют в этот день или мужчин тоже? Мужчин заседника отечества. Скажите, а кого вы будете поздравлять с 8 марта и что бы вы подарили? Ну, давай, Полин. Кого ты будешь поздравлять? Певицу Нюшу. Вот так, да? Ты бы хотела поздравить, наверное, певицу Нюшу, да? Да. Хорошо. А почему? Потому что она красивая. Угу. А поет хорошо или так себе? Хорошо. Но вы же будете маму поздравлять, да? Да. И бабушек. А что бы вы им подарили? Цветы духи. Цветы духи, хорошо. Тимофея, ты бы что подарил? Подскажи, Полина, может, Тимофею? Колечко и цветы. Я не понял, что такое колечко и цветы. Колечко, как это и цветы. Колечко, наверное, да? Кольцо, правильно, Полина? Ну, молодец, подсказала. Хорошо. А Полине бы ты что подарил? Куклу. Куклу? Ну, здорово. Тебе понравился бы такой подарок, Полина? Замечательно. Хорошо. Скажите, а как вы считаете, как должна выглядеть идеальная женщина? Какая она должна быть? Красивой. А еще? Модной. Хорошо. Расчесанной. Расчесанной? А Полина расчесанная, как ты думаешь? Нет. Нет? Посмотрите, у нее хвостики красивые. Ну, ладно. Пойдет, да? Хорошо, Полина. Ну, а ты считаешь, что на ней должно быть одето? М-м-м. Платье. М-м-м. Юпочка. А как ты думаешь, что у тебя самое-самое красивое? М-м-м. Юпочка. Юпка. Хорошо. Так. Ну, ребята, а как вы думаете, какая женская профессия самая-самая крутая? Зубной врач. Да, зубной врач. А почему? Потому что он помогает людям лечить зубы. У-гу. Хорошо. А ты как думаешь, Тимофей? Строитель. Какая? У-у-у. Строитель? У-у-у. Ну, говори, хорошо. А почему, как ты думаешь? Потому что строитель строит дома. Ну, а... Дерево из калпичей. То есть ты прям считаешь, что женщина должна быть строителем? М-м-м. А если женщина была бы, то кем? Мама, милая, я родная, лучше всех одна такая. Объясняй. М-м-м. Даже если я солю, все равно тебя люблю. Объясняю, что не буду врач одежду, бить посуду. В воду, а ей весь день гулять, пылька по комнатам гонять. Молодец. Хорошо. Полина, а может ты песенку какую-нибудь знаешь? А у меня длинный стих. Ну, мы услышали, мы поняли. Ты молодец. Мы маленькие девушки, большими стать хотят. Надеете мамы туфельки, пусть мальчики глядят. Модницы, модницы, посмотрите сами. И такими же, наверное, были наши мамы. Хорошо. Спасибо, молодцы. Кем лучше всего работает женщина? Как ты думаешь, какую бы ты профессию хотела? Берегмахером быть. Ну, а почему это крутая профессия, на твой взгляд? Потому что я люблю делать красивые прически. И какая прическа лучше всего получается? Косички. Хорошо. Настя, а ты считаешь, какая профессия? Феечкой. Я желаю всего работать феечкой. Хорошо. Интересно. А что феечка делает? Она колдует. И что, она может какое-то волшебство делает? Да. А еще она летает. Хорошо. Так, Диана, а ты как считаешь? Я хочу стать медсестрой. А почему ты считаешь, что это самая крутая профессия? Потому что я люблю в профессии делать уколы. Не боишься уколов? Молодец какая. Хорошо. Скажите, а что бы вы хотели получить 8 марта, если бы вам сказали, выбирай все, что хочешь? Что бы вы выбрали? Кира, что бы ты хотела получить? Какой подарок? Украшения. А какое? Бусы. Хорошо. Настя, а ты бы какой себе подарок выбрала? Дом игру сочный для кукол. Диана, а ты? Я бы выбрала себе качельку для кукол моих. Качельку? Да. Интересно. Очень хорошо. Девчонки, может вы какую-нибудь песню знаете или стишок? Я знаю новогоднюю. А к 8 марта что-нибудь? Давайте попробуем. Давайте. Они вместе знают. Собоете? Да. Класс. Ну давайте, пойте. Худит моя бабушка в фартуйке цветном. Напечет оладушки, убирает дом. Я венок из васильков для нее сплету, потому что бабушку очень я люблю. Поцелую бабушку в розовые щечки, за блины оладушки и теплые носочки. Сядем вместе с бабушкой и споем частушки, пока стыдут до столет ворога-патрушки. Молодцы. Отлично. А чего бы вы пожелали всем женщинам на 8 марта? Что самое главное? Чтобы они были нарядные. А еще? Что бы ты кири пожелала? Чтобы они были красивыми. Чтобы они были модными. Здорово. Молодцы, девчонки. Спасибо. Все, убегайте.